доброе утро всем у нас сегодня суббота вот такая весна за окном все течет все бежит хотя был снегопад и реально классная новогодняя сугроба какое у нас сегодня число суббота суббота 23 23 декабря новый год уже на следующей неделе у меня даже елочки нет ну зато хотя бы я вот у меня здесь для котеек еда но хотя бы елочки нет но хотя бы у меня подарки закуплены по большей части и что-то я еще сегодня буду купать короче я вообще постараюсь вот этими выходными ограничиться в плане подарков и может из продуктов может быть купить к новогоднему столу там гостям чтобы этим вообще не заниматься вот непосредственно перед новым годом потому что как всегда огромные очереди в магазинах просто безумные все будут сносить все и все будут сносить с пола к маркетов у меня сегодня кстати я завтра иду наконец-то на маникюр записывалась за полторы недели потому что волосочек потому что ну мой мастер там запись естественно все девчонки стараются к новому году корпоративом там навести красоту поэтому не попадешь так сейчас у меня где-то половина одиннадцатого я еще не завтракала сейчас пойду позавтракаю куда-нибудь спар наверное у меня на сегодняшнюю субботу несмотря вот на такую дурацкую погоду с лужами у меня сегодня куча дел но таких знаете дома ну не домашних а таких мелких дел которые просто вот накопились и их надо сделать вот такую книжечку такую книжечку я короче тут записала кучу своих кучу своих маленьких маленьких дел вот и пойду я их потихонечку выполнять потому что люблю я накопить нет большие дела я делаю сразу не откладывая а вот извините а вот иногда мелкие дела у меня просто копятся копятся я так записываю записываю потом у меня хоп и городел я что-то забыла например как в прошлый раз я взяла и забыла про то что мне нужно с озона забрать посылочку и моя посылочка ой извините и моя посылочка уехала обратно и у меня по моему даже деньги не получилось вытащить так что пойду делать дела и не буду их откладывать на потом как говорится все что можно сделать сегодня не откладывай на завтра ну или сделай заранее как то так забрала сейчас с озона свой заказик это был один из пунктов мелких задач моих сегодняшнего дня тут у меня наушнички беспроводные на зоне подсмотрела на прикольные скидочки в принципе ну так мне плюс-минус музыку слушать давно хотела себе прикупить ничего особенного не искала там по бренду по супер-пупер характеристикам ну вот плюс-минус у меня в принципе по отзывам подошли так что приду распакую покажу потом по позже так что так что не и так так Продолжение следует... 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 и побежала дальше дела делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас на этом месте Рыжка дрыхла и она только ушла и сразу Бонька заняла ее место. Вот такие мы тут дрыхучим. Сразу говорю, всех, кого бесит вот эта вот шерсть на наволочках или на покрывале, проворачиваете вперед. Ну и соответственно у всех, у кого есть животное, прекрасно понимают, что это неизбежно. Как бы там роликами липкими эту шерсть не собирал, вот на этих наволочках, вот у меня из Синсея, который сейчас Син, на этих наволочках черных особенно, просто безумно все видно. Поэтому, когда нон-стопом одна, вторая, третья, только кот сюда не забирается, тут валяются, поэтому тут невозможно убирать. Ну и специально для кадра, наверное, тоже не стоит тут. Собственно говоря, я вышла в эфир, так скажем, чтобы показать вам свои сегодняшние покупки. Вот такой бальзамчик Гурмандис детский я купила для племянницы, просто положить, как такой маленький довесочек, в новогоднюю коробочку, в новогодний подарок. Ну, обычный недорогой бальзамчик, Баблгам, не знаю, наверное, мне кажется, ей понравится. Ну, девочки с маленького возраста должны приучаться, да, она тем более уже школьница, поэтому я думаю, ей бальзамчик такой пригодится. Ну, такой маленький-маленький, типа плюсик в коробочку новогоднюю. И сегодня я ходила вот за этой пленкой для обертывания от Гуам. Надо сказать, что я пользовалась обычной пищевой пленкой, всегда для обертывания, но она у меня постоянно рвется, постоянно где-то там получается, обрывается тут, обрывается там. Ну, короче, получается, что один раз можно использовать, и уже дальше у тебя рулон испорчен, ты просто не можешь равномерно его вот так вот раскатать и завернуться. И я подумала, что надо мне попробовать все-таки профессиональную пленку от Гуам, так как обертывание у меня от Гуам. И сходила сегодня специально, у меня сегодня был день, день выполнения всяких мелких своих задачек, которые накопились, и скаталась, съездила специально в Ревгош, и купила вот такую пленку. Очень-очень сильно надеюсь, что все-таки с ней она не будет, не так, не будет так сильно рваться, и я смогу с ней ее прям использовать до самого конца и более эффективно. Так, это я сегодня покупала, и раньше я покупала вот такое обертывание от Гуам, это моя не первая упаковочка. Это обертывание стоит вообще ни разу не бюджетно, где-то примерно, я шуршу так лосинами, у меня лосины такие, знаете, не, ну, такие необычные, а вот как глянцевые такие. Это я ими шуршу, если что, извиняюсь. Абсолютно небюджетная вещь, где-то стоит около пяти тысяч, плюс-минус, когда бывают какие-нибудь скидочки. Это обертывание просто бомба. У меня уже один или два раза была такая упаковка. Обертывание с крио-эффектом, то есть с охлаждением таким. Я пробовала от Гуама обертывание с разогревающим эффектом, просто какая-то, ты знаете, как перцем себя обмазать, терпеть я просто не могла. А когда я купила вот эту вещь, я просто в нее влюбилась, несмотря на цену. Ну, конечно, нон-стопом ты себя не будешь покупать, но периодически можно себе такое обертывание позволить. Маска антицеллюлитная с интенсивным охлаждающим эффектом, водорослевая крио-сауна. Когда я ее первый раз взяла, у меня реально был видимый эффект. То есть я не знаю, что это было, но я увидела прям снижение на животике, на талии, уменьшение количества сантиметров. И визуально, визуально у тебя животик подтягивается. Мне очень-очень тогда понравилось. Я все жмотилась, 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 и все-таки решила, что я хочу ее снова. Вот сейчас я начала снова обертывания проводить такие. Ну, тут, в принципе, можно каждый день, можно, как здесь указано, сделать, по-моему, первые три дня каждый день, а потом раз в два-три дня. Где-то 10-15 процедур. И я хочу сказать, ну, по ощущениям, смотрите, это охлаждающий эффект, но ты как бы не чувствуешь холод. Он как бы чувствуется не холодом, а скорее это как горячий холод. Вот, не знаю, как объяснить, но когда я в этом обертывании там сижу, да, то есть я не мерзну. Ну, в принципе, я вот так вот, значит, такая грязевая штучка получается. Ой, так даже неудобно свои ногти показывать в кадре. Завтра я уж пойду на маникюрчик. Так, в салон красоты сегодня прислала повещательную смс-чку. Я всегда очень-очень рада их получать. Вот, то есть такая грязевая получается такая штучка на глину, похоже. И ты ее наносишь, распределяешь, обматываешься пленкой, потом заворачиваешься в плед, устраиваешься где-нибудь на диванчике, и сидишь, кайфуешь, смотришь сериальчик. Я прям максимально подольше держу, не 15, там, 10-15 минут, 20 минут, а максимально подольше, ну, сколько у меня есть времени. Вот, и эффект мне очень-очень сильно нравится. Вообще, как бы вот Гуамовская бренд Гуам сильно уважаю. У меня еще есть крем, тоже с подтягивающим эффектом от них. И вообще с удовольствием бы пользовалась еще продуктами. Но они не супер-супер прямо доступны. Так что, возьми, покупая по несколько средств, вообще ни разу не так. Но классные и эффективные. Так, по-моему, это у нас, не помню, кто у нас производитель. Так, производитель. Италия, да. Италия. По объему здесь, вот в этой вот коробочке, 500 грамм. Но, сразу скажу, я свою первую упаковку, прям, знаете, так обильно, обильно-обильно наносила. И она у меня достаточно быстро закончилась. Поэтому, учтя свои прошлые, прошлые свои опыты, я теперь, конечно, стараюсь не обильно, а вот распределять по коже и растягивать удовольствие. Что я хотела поделиться с вами, вот этой куамовской масочкой. То есть, кто не переносит тепло, когда горячо по коже, когда жжется очень сильно, присмотритесь к эффекту охлаждения. Я думаю, что вам должен этот эффект понравиться. И не экспериментируйте с пищевой пленкой. Она хоть и дешевле получается, Смотрите, я сегодня эту купила, по-моему, за 300 рублей. И там, по-моему, какая-то скидочка была. Ну, что-то плюс-минус, может быть, там, 280 рублей. Что-то типа такого. Пищевая пленка, естественно, будет дешевле. Но я постоянно ее не до конца использую. Постоянно ее порчу. Поэтому я думаю, что я уже напортила на пару таких мотков вот этой вот профессиональной пленки для обертывания. Лучше сразу коробочку вот эту. И вдобавок то, что рекомендуется производителям уже использовать. Пищевую пленку. Так что я думаю, что у меня сегодня по плану покрасить волосы. Я крашусь дома сама. И вечером сделаю обязательно вот такое мое обертывание. Сколько я делала? Я делала, по-моему, раза три уже. Она у меня открытая. Ну, эффекта, как и в прошлый раз, я еще не увидела. Эффекта я жду. Рыла с поиски новогоднего декора в своей кладовке. И, представляете, откопала покупочки в Сенсее. Прошлогодние. Я обычно, когда заканчиваются праздники, иду и что-нибудь прикуплю себе обязательно на скидочке. И тут я решила купить в прошлом году новогоднее кое-что из товаров. И оставить просто на следующий год. И, получается, у меня сейчас есть... То есть, у меня год они пролежали себе спокойненько в кладовке. И, получается, что у меня сейчас есть вот такой классный новогодний пледик с гномами. Кстати, я сегодня была в Сенсее, и с такой расцветкой уже пледиков нет на самом деле. Потом у меня вот такие шикарные наволочки праздничные на подушке декоративные. Тоже такой серии. По-моему, нет. Нет, нет, не видела, по крайней мере. В наших магазинах, по крайней мере, не видела. Получается у меня такая красненькая тут с елочками. И светленькая наволочка для подушки. Вот такой у меня неожиданный улов в собственном чуланчике. Честно говоря, я даже уже и забыла, что у меня есть такие запасы. Вообще, очень-очень даже приятненько. Боня не понимает, что здесь происходит. Скажи, почему я ей мешаю спать? Чем-то я все время здесь шумлю. Толь пакетами, всякими интересными штучками, дрючками. Раз уж я начала про Новый год, давайте покажу вам три моих кружечки. Ну, они такие необычные. Я бы не то, что там коллекционирую кружки, но я стараюсь вообще кружечки так прикупать себе. Эта тема мне очень нравится. Честно, не помню. Мне кажется, это тоже сенсейский. Этикеток у меня здесь не осталось. Но мне кажется, это тоже сенсей. Хотя я могу ошибаться. Это мои прошлогодние покупки. Вот такой классный гномик. Ой, гномик. Пингвиненок новогодний. Но я хочу отметить, что в каком бы году бы ты не купил себе новогоднюю кружку, мне кажется, они всегда остаются такими актуальными, классными. Потому что это обычно всегда какие-то мимишные герои мультяшные или животные. Поэтому это всегда-всегда остается очень-очень классно. Вот такой пингвиненочек в шарфике. Супер. Смотрится очень-очень здорово. Но, если честно, пить из нее не сильно удобно. Это скорее как деталь интерьера новогоднего. Потом. Так, это у меня тоже, по-моему, прошлогодний. Да, говорю же, все у меня сенсейское. Я очень люблю этот магазин. Вот такой у меня получается гномик. Дедушка. Вот такой вот. Да, наверное, дедушка гномик. Тоже классная кружка. Серенькая тут. Все, как я люблю. Серенькая, такой зеленый. Благородный. Только, правда, немножечко, видите, устала отколупаться. Но, что есть-то есть. Вот такой у меня гномик. И из новиночек это еще один. А, у меня получается два гномика, да? Этот гномик и этот гномик. Или это дедушка. Сердечко. Не знаю, короче, кто. Но мне эта кружечка тоже очень понравилась. Мне кажется, это все сенсейское. А в этом году я себе купила с котиком. Точно, у меня еще с котиком кружка есть, но она из Кюхенленда. Так что вот такие три мои классные кружечки. Кто придет ко мне в гости на Новый год, я их буду поить чаем, кофе из таких новогодних кружек.